Четыре часа в эфире. Россияне смогут обратиться с насущными вопросами непосредственно к главе государства. Прямая линия с президентом состоится уже завтра. Какие проблемы волнуют магнитогорцев, расскажет Мария Клименко в рамках нашей постоянной рубрики «Городовой». Четыре часа на общение с президентом. 15 июня состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Задать свой вопрос главе государства и получить на него ответ в прямом эфире сможет любой желающий. Прием вопросов будет продолжаться на протяжении всей трансляции. Наиболее интересные и актуальные из них озвучат в прямом эфире. Магнитогорцам тоже есть о чем спросить главу государства. Хотел спросить у президента Путина, когда жить станет лучше. Чтоб не строили заводов. У нас тут намечается завод химический, цементный. Я категорически против. Опять окружающая среда будет страдать, люди будут страдать. От лица всех дворников. Я как мать троих детей. Вот хочу спросить. Почему нам объем дали больше, а зарплата у нас стала меньше. Трансляция прямой линии начнется в 14.00. Задать вопрос можно с помощью бесплатного телефонного звонка, через СМС или ММС-сообщения, социальные сети, а также на сайте москвапутину.рф. Художники об экологии. Магнитогорская картинная галерея приглашает маленьких зрителей на новую выставку «Ребятам о зверятах». В экспозиции представлено более 40 работ известных иллюстраторов и скульпторов. Выставка начала работу уже сегодня, 14 июня. Организаторы приурочили ее не только к году экологии, но и началу летних каникул. Детям покажут работы художников, иллюстрировавших книги Виталия Бианки, Корнея Чуковского и других авторов. Художники, которые здесь представлены, это, конечно же, художники-анималисты в своих работах. Они раскрывают удивительный мир природы, а также рассказывают нам в своих работах о различных животных, о их повадках, о их особенностях поведения и передают свою любовь к этим меньшим братьям. Выставка порадует зрителей не только картинами. Среди экспонатов – бронзовые скульптуры, миниатюрная пластика и декоративно-прикладное творчество. Познакомиться с миром природы ребята смогут до 30 июля. По солнечной поляне – дорога приключений. Проект «Библиотека под открытым небом» продолжает радовать ребят яркими игровыми программами. Очередной праздник книги состоялся сегодня в одном из парков города. Принять участие в библиотечном празднике могли дети любого возраста. Несмотря на жаркий день, поиграть в игры с веселым Петрушкой нашлось немало желающих. Где ребятишки разных возрастов рисовали, читали книги, участвовали в различных конкурсах. Для привлечения и для… чтобы наши горожане и гости города могли прийти на эти мероприятия и отдохнуть, используя провести летний досуг с книгой. Ребятня вспоминала стихотворение, пела песни и отвечала на вопросы познавательной викторины. По завершении праздника маленьких читателей попросили почаще навещать библиотеку.